Что касается Махачкалы, то там вообще, это точно не мой город. Махачкала, там мне вообще не нравилось. Поэтому, наверное, Нальчик. Япон. Бро, я в прошлом эфире спросил тебя насчет того, чтобы скинуться тебе на тачку. Хочу вернуться к этому вопросу. Может потихоньку накопим, если ты не против? Япон, я думаю, в этом нет какой-то необходимости в тачке. Брат, Аллах, рейс халил. Но в этом плане у нас все нормально. Мы, короче, самогатим по поводу тачки, все нормально. Япон, все, брат, я тебя услышал, но если вдруг понадобится, то говори. Ну, а так, то чисто на барашку бисмилля. Так, баракаллаху фейк, брат, япон. Аллах, рейс халил, Аллаху, сау, до илхадис. Иудов сегодня опять не будет спать, наверное, от этих транзакций. Работа в Турции. Привет Яудову, говорит. Так, баракаллаху фейкум, братья. Иншаллах, брат, будет у тебя и BMW X7 и 4 жены, говорит. Рияду с саляф. Баракаллаху фейк, брат. Давай начнем с BMW X7. Томсо, посети город Стрёмстад. Это шведский город на границе с Норвегией. Хай сада аваша. И насчет тачки давайте серьезно скинемся на BMW M5. Писмалел, говорит. На этот, на X7, пожалуйста. Баракаллаху фейк, брат. По поводу города Стрёмстад. Ну, не знаю, может быть. Если будет такая, такая возможность, то, может быть, посещу. Иншаллах. Асаламу алейкум, брат Томсо. Почему украинские власти издают простых чеченцев по запросу России, когда другие воюют за Украину? Разве это не предательство? Алейкум асалям. Я, кстати, наткнулся сегодня на новость, что в Украине исключены из этого санкционного списка чеченцы. Это очень хорошая новость. Порадовало. Надеюсь, что это будет таким первым шагом к улучшению положения наших мухаджиров, наших переселенцев, находящихся в Украине. Томсо, можно ли называть чеченских борцов за свободу повстанцами? Мне кажется, что так называемые чеченские боевики на самом деле были повстанцами, как думаешь? Ну, так кто же нас называли? Нас как только не называли. И сепаратисты, и террористы, и боевики, и повстанцы. И еще как-то незаконные вооруженные формирования. Короче, как только нас не называли. Если Россия пойдет войной на Грузию, на чьей стороне будете вы и ваш народ? Конечно, на стороне Грузии. Мы будем вместе с нашими очень хорошими и добрыми соседями грузинами. Саляму алейкум, Томсо. Если у тебя был бы выбор жить в одном из этих трех городов Кавказа, Владикавказ, Нальчик или Махачкала, что бы ты выбрал и почему? Алейкум ассалям. Наверное, Нальчик я выбрал бы. Почему? Ну, я просто бывал часто в Нальчике, и мне очень нравился этот город. Нравится. Очень такой зеленый, приятный, комфортный. Владикавказ, он тоже неплохой такой городок, но старый, ну, не знаю, не такой, наверное, зеленый, как Нальчик. Что касается Махачкалы, то там вообще, это точно не мой город. Махачкала, там мне вообще как бы не нравилось. Поэтому, наверное, Нальчик. Несмотря на то, что власть виновата в распространении культа силы в республике, почему те же проблемы сохраняются в общинах за рубежом? Я думаю, эта проблема имеет такие, знаешь, более глубокие корни. И если не устранять эту проблему у нас на родине, то она не устранится и за ее пределами. В любом случае мы подвержены этому влиянию, которое есть в республике у нас. У всех там родственники, какое-то общение. Мы все смотрим эти паблики, молодежь на этом растет, и это оказывает влияние в целом на все общество. Поэтому там надо как бы это все исправлять. То же самое касается и языка. Мы теряем язык на родине, поэтому за пределами мы его тем более потеряем. Мы не сможем сохранить язык за его пределами в таком полноценном смысле, если мы не будем его сохранять в республике. Поэтому все вот эти процессы, они должны происходить у нас на родине. И оттуда уже они распространяются по всему миру. Поэтому эта родина, она очень важна. И поэтому для нас очень важно иметь собственное государство. Это первостепенный вопрос. Мы должны иметь собственное государство для того, чтобы мы сами могли вести внутреннюю и внешнюю политику, чтобы вопросы сохранения своего языка, своих обычаев, традиций, чтобы все эти вопросы мы могли сами регулировать. Они не в Кремле нам это сверху бы и навязывали. Поэтому это и важно. Вопросы образования. Это тоже очень важный для нас вопрос. Оттуда все и идет на самом деле. Вот это поколение, которое растет. Ведь все начинается с этого образования. И когда это образование работает по какому-то обобщенному, обобщенному, усредненному, стандартизированному какому-то плану, в общем, по всей стране, понятно, что вот эти индивидуальные моменты, они везде упускаются. Так как где-то там в Москве сидят чуваки и для всех придумывают общую модель. А если бы этими вопросами занимались бы мы сами, то мы для себя удобно сделали бы эту модель, приемлемой для себя и эффективной. И оттуда уже все шло бы дальше. То есть хорошее образование, образование направленное, бывает такое узконаправленное, чтобы каждый человек развивался в том направлении, в котором у него есть какой-то талант. Это был бы импульс к исправлению вот этих всех проблем, в том числе и наслаждение культа сил. Что-то давно не прилетали на ужин к академику Ван Дамы, Тайсоны и прочая продажная ветошь. А многие обожглись, приезжая к Гадырову. Если вы помните, была такая актриса, ну есть точнее, актриса, забыл как зовут, но фамилия у нее Суанг. Она снималась в фильме «Малышка на миллион», если кто видел. На день города тогда приезжала вот эта Суанг, приезжал певец Сид, как его звали, британский, ну и всякие российские. Вот тогда был очень серьезный скандал, когда на Суанг начали давить из-за нарушения прав человека в Чечне, и она тогда отказалась от гонорара, который, да, ей был выплачен кодыровым, миллион долларов, по-моему, и пустила его на благотворительность. Это был такой скандал. Ну и сейчас более осторожничают эти голливудские звезды, потому что давление там все равно сильное оказывается за такие поездки. В Коране есть глава в честь кадыровцев Сура Аль-Мунафи, он «Читайте все», полностью согласен. Это действительно Сура про них. Читайте. И вот. Субтитры создавал DimaTorzok